Ни совести, ни жалости, ни сострадания. С каждым годом мошенники становятся все изощреннее и все чаще докучают семьям участников СВО. Развод по телефону маскирует под заботу о военнослужащих, говоря по ту сторону трубки следующее. Ваш близкий, который находится на службе, нарушил какой-то приказ, присылают копию якобы из Минфина. Тут же предлагают перевести все деньги на безопасный счет, для того, чтобы не было удержано взыскание в размере 195 тысяч рублей. Обратите внимание тоже на эту цифру, она вот такая неровная. Еще один актуальный вид мошенничества нацелен на пенсионеров. Якобы специалисты пенсионного фонда сообщают человеку о неучтенных годах трудового стажа. Для пересчета пенсии просят данные паспорта, снился и код СМС. Так они попадают в госуслуги к человеку и получают доступ к другим ресурсам. Противостоять мошенникам стараются специалисты по финансовой грамотности. В нашей семье заведено следующим образом. Все финансовые транзакции, там больше двух тысяч рублей, грубо говоря, да, если кто-то кого-то просит кому-то перевести, срочно, быстро, неожиданно, и вот именно вот сюда, у нас есть пароль. То есть при названии этого пароля мы каждый месяц его обновляем, потому что все равно где-то в переписках можем его, да, упомянуть, либо где-то все равно и прослушивать могут, да, наши диалоги. В этом году алтайские правоохранители зафиксировали больше 6 тысяч несанкционированных хищений с карты счетов и полторы тысячи перечислений дистанционным способом. Актуальные новости о мошеннических схемах и методах противодействия жителям регулярно рассказывают в Центре финансовой грамотности в Барнауле. Однако интерес людей вызывает не только защиту уже имеющихся накоплений, но и возможности их приумножения. Полезные лекции Центра, открытого не так давно, посетило почти тысячи человек. А чтобы слушателей стало больше, руководство намерено участвовать в грантах. Анастасия Дороган, День с толком.